История железнодорожного района Сейчас там музей находится Первый железнодорожный вокзал ценен для истории города тем, что именно он запечатлен на одной из первых фотографий Екатеринбурга в конце 80-х годов 19 века До наших дней вокзал сохранился в неизменном виде Все, кто добирается до Екатеринбурга на поезде, попадают на уже современную привокзальную площадь А местные жители любят назначать там встречи, обозначая место под варежкой и непременно понимая друг друга Это знаменитая встреча Вот видите варежка, он стоит и показывает Под варежкой, вот сюда приходите Мы вот в этом доме живем Мы каждый раз наблюдаем, как здесь парады проходят всякие Все тут устраивают Стреляют и военные тут ходят Монумент посвящен героизму воинов Уральского добровольческого танкового корпуса Старший рабочий и молодой танкист символизируют единство фронта и тыла во время Великой Отечественной войны На перекрестке улиц Челюскинцев и Свердлова стоит Дворец культуры железнодорожников Построенный в первой трети 20 века Известный архитектор Константин Бабыкин спроектировал здание в стиле конструктивизм За почти вековую историю здесь сумели не только сохранить традиции Но и создать творческую лабораторию молодых режиссеров, актеров и художников У меня дочка на занятиях, она занимается вокалом и танцами Выступает в том числе на сцене ДКЖ Мы гуляем, ждем ее Буквально через дорогу от Дворца культуры железнодорожников Высится небоскреб «Призма», который в народе называют памятником несбывшихся мечт Насколько я знаю, не было разрешения на строительство И построили его без всякого разрешения в тихушку А когда, собственно, выяснилось, что строится такое здание большое Собственно, вот запретили, заморозили Я бы достраивал, я бы не стал сносить Может полезную функцию нести в виде офисного здания «Призма» должна была стать первым небоскребом Екатеринбурга И самым северным небоскребом мира Но ничего из этого так и не сбылось Однако «Призма» остается рекордсменом Это самое высокое замороженное здание России за пределами Москвы